Всем привет дорогие друзья! Утро пятница, самое время для эроперемен финансов. Сегодня будем на ходу и вам интереснее с динамикой и мне. Разговаривать будем сегодня про недвижимость. Важный ролик, почему? Потому что Николай покупать, продавать недвижимость, что с ней делать, куда вкладываться и так далее. Все помнят, как я говорил, что недвижка будет там года два назад, что недвижка будет падать сначала в долларах, потом будет падать в рублях. В долларах она собственно рухнула, рухнула процентов на 30, за чего из-за переоценки курсовой вот этой разницы доллара к рублю, инфляции, которая была разная в России и в Америке, ну вот из-за этого всего. Но мы сегодня сделали важную штуку. Мы взяли и вам те вещи, которые люди обычно не делают. Они не считают инфляцию на всем протяжении там за годы, пока они купили эту квартиру. И они обычно не считают не только инфляцию, разницу вот эту курсовую за все годы. И вот мы взяли там в искусственный интеллект загрузили и у нас получилась вот такая картинка. Картинка эта говорит о том, что если вы купили квартиру в 2000 году, то вы проиграли. Проиграли жестко. Проиграли в первую очередь в курсе доллара. Проиграли в первую очередь в постоянном падении этой недвижимости. Но и так ли все однозначно? На самом деле нет. На самом деле, если вы берете недвижку для того, чтобы жить, то получается, что вы как бы правы. Почему? Потому что если взять недвижимость и умножить количество там всяких ипотек там, денег за съем и вот это вот все, то оказывается, что вы как бы экономите. Экономите нормальные деньги и сразу живете в своем жилье, а это само по себе дорогого стоит. Итак, если округлить то, что я вам сейчас сказал и взять вот графики, я сейчас сюда в долларах, в рублях, в соотношении доллара к рублю, вот сюда сейчас все воткну. Но кажется, интересная вещь. Сейчас мы с вами еще восход вместе встретим. Что это мы с Йодой Николаевичем гуляем, сейчас мы с ним с вами вместе пообщаемся. Так вот, то, что если вы купили квартиру, грубо говоря, там 10 лет назад за доллары в Москве, допустим, там вообще в принципе в России, вы прогадали. Но дело не в том, что если вы относитесь к квартире как к товару, это одно, а если вы относитесь к квартире как к месту жительства и средству потребления, чем оно и является, то, соответственно, вы правы. И правы вы в первую очередь потому, что получается, что это основной продукт потребления человека. Квартира. Лет 10 вы ее 15 подержали, цена упала на эту квартиру. Этого тоже никто не учитывает. И вот если я сейчас сюда еще один график воткну, вам вообще тоскливо станет. Как квартира снижается в цене со временем, вот никто же не говорит. Наша компания Arrow of Consulting предлагает услуги аналитического прогнозирования по фондовому криптовалютному рынку. С данными подписками можете ознакомиться и приобрести их на нашем сайте. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов. Мы также оказываем услуги по открытию банковских и брокерских счетов за рубежом, содействуем в иммиграционных вопросах. А именно, получение вида на жительство второго гражданства и приобретение зарубежной недвижимости. Оказываем консультации в области всех юридических вопросов в РФ и за рубежом. Включая налоговые вопросы и помощь в их оптимизации. Как она снижается в цене после, допустим, первых 5 или плюс 10 лет, там, или 15 лет, пока она у вас в собственности. И это печаль. Печаль в первую очередь потому, что если вы человек, который привыкли говорить, что кирпич это очень надежно. Теперь давайте мы сегодня еще с вами, давайте все посчитаем. Первое. Цена снижается в долларах уже очень долго. В рублях растет. Но если вот вы на график еще раз обратите внимание, пересчитали по формуле, то окажется, что ее цена не менялась с 90-го года, с 2000-го уж точно. То есть, вроде она все время растет, но с учетом инфляции, с учетом переоценки и всего остального по курсовой разнице к доллару, к рублю, она получается вот так, горизонтально. Но при этом она теряет в цене за счет того, что она устаревает, теряет в цене за счет того, что там всякие реновации и так далее и тому подобное, некоторые дома там вообще сносят. И получается, что квартира, средство потребления, которое не является инвестицией само по себе, это просто переложится на время. Теперь, можно ли сейчас купить квартиру? Да. Квартиру сейчас купить можно следующие два года из-за большого уровня инфляции, из-за, скорее всего, увеличивающейся инфляции даже и в долларе, вы можете подзаработать. Но это нужно делать быстро, грубо говоря, вот сейчас на обвале купите и сразу там где-то через год выставляете на продажу. Получится ли у вас, не получится, я не знаю. Почему еще? Потому что разные сегменты недвижимости дорожают и дешевеют по-разному. Коммерческая недвижимость. Николай, коммерческая недвижимость будет расти. У коммерческой недвижимости большое будущее с какой-то стать. За последний год в Российской Федерации закрылось самое большое количество юридических лиц, там чуть ли не за несколько десятков лет. И они продолжают умирать. Они умирают и умирают, и это продолжится. А малый бизнес это парикмахерские, ногтевые сервисы, кофейни, это все остальное. И следом за потребительским спросом, который снижается, они будут тоже умирать. То есть, снимут ли именно у вас, вашу недвижимость, какие-нибудь пятерочки или другие сетевики, это большой вопрос. А именно на них нужно ориентироваться, потому что они самые стабильные. Теперь смотрите дальше. За последние несколько лет ваша зарплата упала примерно в 2-3 раза. Мы посчитали, Игорь Липсиц, профессор, экономист это делал, я это делал в своей закрытой группе. Я говорил о том, что, допустим, моя заработная плата, когда еще руководителем в небольшой компании, потом побольше работал, она была, варьировалась там от 2-х тысяч до 5-ти тысяч долларов. Это оклад у меня был, это еще в те жирные тучные годы. Сейчас мои коллеги зарабатывают, ну там, тысячу. И говорят, что это, ну, в принципе, неплохая зарплата, на которую можно ожить. Тысяча долларов. Это все к чему? Это все к тому, что это выльется на бизнесе. Покупать будут меньше. А раз будут меньше покупать, угадайте, чего? Ну вот, бизнеса, ему нужно для того, чтобы его создать, чтобы в этом бизнесе какое-то развитие было, необходимо, чтобы, собственно, у этого бизнеса был выход на конечного клиента, а больше его не становится. Поэтому вопрос по недвижимости, он достаточно такой, не очень-то приятный, который говорит, в общем-то, про то, что покупка недвижимости в Российской Федерации под какие-то инвестиционные цели, сдача и так далее, она нецелесообразна. И даже если вам будут платить относительно неплохие деньги, то в долларовом эквиваленте вы будете постоянно падать. Вспомните мой прогноз, доллар по 200 и по 650. То есть вы вроде будет как в России жить нормально, но по факту вы будете зарабатывать копейки, а так как все товары зарубежные, вы за эти копейки ни черта не купите. Ну, обидно, я понимаю, ничего не могу сделать, друзья, к сожалению, именно так оно и есть. Потихонечку походим. Рассвет у нас, голова встает, солнце, наша голова самое главное. Вот. Поэтому давайте мы с вами не будем больше на эту тему спорить и смысла я в этом большого не вижу. Теперь давайте сегодня еще хотел проговорить с вами про то, вы мне такие вопросы задаете. Николай, как будет в Казахстане? И уже теперь рубрика, которую просите вы почему-то, я не знаю почему, но я отвечу. Николай, расскажи, там вот начинают религиозные всякие люди штуки писать и так далее, что-нибудь про себя там. Друзья, давайте мы так и сделаем. Мы будем в конце каждого ролика рассказывать про такие вещи, которые вообще не про финансовый канал, но это все-таки эроперемен. Начинался он у нас, сто тысячник наш закрыл, я сам. Ну, будем рассказывать, я буду свое мнение какое-то высказывать, если вам оно вообще-то интересно. Пожалуйста, никаких проблем. Как ты относишься к Богу и вот это вот все? Я материалист, друзья. Два миллиона лет эволюции. Два миллиона лет мы сражались за наше право занять какую-то нишу на этой планете. Мы его заняли. Наша эволюция ускоряется. Ментальная эволюция превзошла физическую. Мы подстроили под себя всю планету Земля. Давайте будем говорить правду. Наша медицина позволила нам жить в четыре раза дольше, чем мы должны, в три. Наша жизнь превратилась в жизнь, когда мы можем совершенно спокойно, не до сорока лет, а это наша биологическая смерть. Чтобы вы понимали. Я устрою самые последние новости, душные новости. Вот подписчики. Привет всем. Я рада вас видеть. Подписчик как раз... Значит, день будет самым удачным. Подписчики как раз встречаются в Антаре. И мы, понимаете, прошли этот долгий путь не просто так. Прошли мы его смерть поколений, ну там ужасы прошли. И сейчас на каком-то периоде времени нам были нужны религии. На каком-то периоде нам были нужны приятные, нужные для нас какие-то ограничения. Потому что иначе бы наше общество не смогло достичь самого важного. Оно не смогло бы научиться передавать знания. Знания не смогло бы передавать, книг не появилось бы. И много чего еще. И религиям за это спасибо. Но пришло время, когда человечество должно прийти к новому уровню сознания. Мы должны взять эволюцию в свои руки. Я понимаю, что достаточно скоро роль государства уйдет. Так же, как уйдет роль религии. И мы станем совсем другими. Мы поменяем свою биологическую структуру. Илон Маск уже вживляет чип в мозг. Мы сольемся. Точка сингулярности через два года. Поэтому, когда мы с вами полностью сольемся с электроникой и начнем менять наши слабые тела, стареющие. А вы постоянно умираете. Вы находитесь в состоянии постоянной смерти, чтобы вы понимали. Как это происходит? Старение, болезни. Сегодня ты еще бодро, здоров и весел. Жмешь 120 килограмм с груди. Ваш покорный слуга, кстати, до сих пор это делает. А завтра, вот я поехал, мне нужно было в бассейн справку. Лежат целая куча людей зеленых, умирают. Жалко смотреть, ужас и кошмар. Мы победим смерть, мы победим рак. Мы станем обществом без войн. На это нужно время. Людям нужно потихонечку отойти от таких неприятных и глупых вещей, которыми они занимались долгие годы. Наша человеческая природа и биология будет меняться. Я в этом смысле полностью поддерживаю всякие разные идеи, когда наша с вами биологическая, ментальная, точнее, эволюция начинает превосходить нашу физическую. И мы становимся теми, кем мы себя делаем. Почему я это сейчас говорю? Друзья, мы в точке, когда через 5 лет искусственный интеллект, который мы запустили в этом году, ну, в этом, в прошлом, это уникальнейший инструмент, позволит нам сделать то, чего мы не могли сделать из-за нашего ограниченного восприятия мира и ума. Долгие десятки, сотни лет. На сегодняшний момент, то, что сейчас происходит, в лабораториях крупнейших по всему миру, искусственный интеллект создает тысячи, сотни тысяч опытов за секунду, ища лекарства от сильнейших ядов, заболеваний и проблем. Мы в этот мир новый будущего входим. К этому нужно быть готовым. И поэтому, когда мне говорят, ты веришь там во что-то, да, я верю в науку. Я верю в то, у меня есть надежда на то, что умирать я буду относительно молодым человеком, пускай даже и не так поздно, как я хотел бы. Но я верю в то, что в том мире, в который мы сейчас идем. Уровень влияния государства. А государство – это насилие, как говорил Ешио Гонозы. Будет очень маленьким. Люди сами от него отрекутся. И по факту границы сольются, как только наша с вами 5G станет, 6G, а компьютеры станут настолько неотъемлемой частью и дополненной реальностью нашей жизни, что по факту будет совершенно неважно, в какой ты живешь в стране. Единственное, что тебе от этого государства будет нужно, чтобы тебя там, грубо говоря, следили за электричеством, водой и так далее. Вот такое мое мнение. Может быть, оно не совпадает с вашим. Но я абсолютно принимаю любую вашу точку зрения. Поверьте, она тоже будет меняться, так же, как и моя собственная, с годами. Всему свое время. Ну, собственно, мы вам желаем хороших выходных. Мы сегодня на прогулке. И пусть наши позиции, которые мы заняли в криптовалютах, некоторые плюсуют достаточно хорошо, принесут нам на этой неделе нашим экспертам в области криптолюции Илона Николаевича большой позитив. Со всеми на связи, друзья. Пальчик вверх. Короткий комментарий для продвижения видео. И пока.